Манеж центрального стадиона «Арсенал» полон. На Кубок Европы среди кадетов собралось более 400 спортсменов из 25 стран мира. Зрители не сдерживают эмоций. Спортсмены, наоборот, сдержаны и хладнокровны. Здесь интерес заниматься тем, что ты укрепляешься и становишься сильнее. А что тебя воспитывает хорошо, делает из тебя настоящего мужчину. С каждым поражением надо идти только вперед и учитывать свои ошибки прежние и больше их не повторять. Зюдо меня закалило и воспитало. Кубок Европы под дзюдо Тула встречает второй год подряд. С 91-го года подобных соревнований по олимпийским видам спорта в нашем городе не было. Неудивительно, что этот чемпионат собрал весь цвет зарубежных и российских федераций дзюдо. Во второй раз в городе Герои проводится представительный престижный турнир. Он является важнейшим этапом отбора для перспективных юношей и девушек, мечтающих в ближайшем будущем попасть на мировой и олимпийские пьедесталы. Схватки проходили в 16 весовых категориях. Примечательно, что ровно половина участников – девушки. Из всех видов единоборств, как я считаю, дзюдо наиболее подходящий для девушек вид спорта, потому что он и пластичный, и гибкий. То есть, самый оптимальный для девушек, которые хотят заняться единоборством. Желающих много. Выступают девушки в самых разнообразных категориях – от 40 до 70 килограмм и выше. Многие приходят сюда после гимнастики. Тот и вначале планируют связать свою жизнь с более травмоопасными видами спорта, например, боксом. Но большинство изначально стремится заниматься именно дзюдо. Большинство медалей на кубке взяла российская команда. Однако иностранные соперники не пожелали отдавать все награды. Победительницей в категории 52 килограмма среди девушек стала итальянка Вероника Тониола. Она рассказала, что занимается дзюдо почти всю жизнь, и планы у нее весьма амбициозные. Я люблю все в этом спорте. Я люблю сражаться, люблю побеждать и люблю дзюдо. Я не планирую уходить из спорта. Моя мечта – победить на Олимпийских играх. Стать Олимпийским чемпионом – мечта практически каждого спортсмена. Многие ребята уже занимаются в школе Олимпийского резерва. Трудности для многих заключаются в том числе в их возрасте. Ребята растут, вес меняется, и приходится бороться уже в новой весовой категории. Некоторые заметно снижают при этом свои результаты. Но для большинства это лишь новый вызов. Я месяц назад аналогичные соревнования выиграл. Но это тоже были очень важные соревнования, потому что я поменял вес. До этого я 55 килограмм боролся. А сегодня первый раз боролся 60 килограмм. Так получилось, я выиграл сегодня. Дальнейшие соревнования ждут юных дзюдоистов в Германии в середине апреля. В Тулу Кубок Европы под дзюдо вернется следующей весной. София Кириллова, Сергей Давыдов. Новости Тула.